Добрый день, дорогие жители Артёма! Но как же без новостей за эту неделю? В студии Ксения Кузнецова. Накануне Дня молодёжи честовали талантливую и творческую молодёжь Артёма. Сегодня в округе проживают более 32 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет. Глава округа Вячеслав Квон вручил заслуженные награды ребятам за достижения в учёбе и успехе в науке, за активную творческую и общественную деятельность, за достижения в спорте. За вклад в социально-экономическое развитие Артёма благодарности получили педагоги, тренер и учителя. Ну и, конечно, без внимания не остались выпускники школ, которые закончили 11 классов с отличием. Глава Артёма Вячеслав Квон совместно с исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Евгению Касьянниковым и руководителем следственным отделом по Артёму Сергеем Станченко посетили Артёмовский центр содействия семейному устройству. На встрече с воспитанниками говорили о важном, о ценностях, вере в себя, о родине. Главной целью визита было вручение ребятам азбуки о важном, в книге рассказывается, что нужно и важно обсуждать с детьми, какие слова ребенок должен знать с детства. Проект разработан и реализован аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и правительством Российской Федерации. Новое общественное пространство скоро появится в центральной части города Артёма. На территории вдоль улицы Фрунзе от дома номер 42 до дома номер 54 продолжается обустройство прогулочной зоны. На этой неделе подрядчик приступил к устройству покрытий дорожек и проездов. В скором времени будут устанавливать оборудование детской и спортивной площадок и фонари. Проект благоустройства включает в себя также обновление остановки общественного транспорта, оборудование площадки для выгула собак, установку малых архитектурных форм, обновление газонов, устройство освещения и видеонаблюдения. День молодежи отметят в Артёме 29 июня. В 16 часов на парковке за Дворцом культуры угольщиков начнется любимый многим фестиваль красок холли. В это же время в городском парке культуры и отдыха на сцене для артёмовца будут проходить музыкальная и интерактивная программа. В 17 часов выступят лучшие музыкальные исполнители города Артёма. В 18.30 эстафеты выступления примут стендап-комики из Владивостока. В 20 часов жители города ждет выступление кавер-группы «Ураган-шоу». Завершится празднование Дня молодежи пенной вечеринкой под зажигательные треки от супер-диджея. Спортивный клуб «Штурм» при поддержке администрации Артёма объявляет о старте приема заявок на участие в турнире по дворовому футболу «Футбол. Время дружить» в формате 5 на 5. Турнир пройдет в двух возрастных группах – старше 2011 года рождения и младше 2012. Заявки необходимо принести на стадион «Угольщик» в будние дни с 18 до 19 часов. Заявку можно включить до 10 человек. Предварительный старт турнира – 8 июля. Игры будут проходить на стадионе «Угольщик». На этом заканчиваем наш выпуск новостей. До новых встреч!